И я приглашаю вас к открытию врат изобилия. В период открытия новых энергий для Земли мы способны синхронизироваться и принять новый масштаб, новую массу, высококачественной энергии. Как долго человек ищет врата изобилия, замещая знания об изобилии обычными материальными ресурсами, отделяя их от внутренних. Откуда берется то самое изобилие, которое истекает из внутреннего мира во внешний, неся заботу о вас, вашем комфорте и благополучии? Земля пришла к своему переходному периоду, словно цыпленок готовится вылупиться из яйца, скорлупа которого стала тонкой. Человечество переходит вместе с Землей, и ограничение скорлупы скоро покинет нас. Так двойственность исцелится, и единство даст возможность почувствовать изобилие в полной мере. Где происходят эти изменения? В сознании. Скорлупа присутствует повсюду, являя собой пирамидальную террасу памяти, пространства и времени. Космическая скорлупа различных матриц состоит из слоев иллюзий внутри матрицы, которые посвященные знают как платформы времени и пространства. Когда мы замкнуты в предписанных до рождения координатах, мы отделены от целого. Когда мы признаем единство, свободно передвигаясь по океану бесконечности, по множественным фракталам мироздания, перетекая в необходимые слои памяти, в данный момент мы купаемся в роскоши бесконечности, не ограничивая себя ничем. Матрица разделения от целого океана безграничности является зеркалом, которое и является искажением. Оно отражает то, чем мы не являемся, и противостоит форме. Тот, кто живет со всей жизнью цельно, перейдя в высшие слои мировой души, становится свободным от жизни противоположностей, его заточение в тюремных рамках человеческого сознания разделения от целого прекращается. Тогда весь изобильный поток начинает течь через него свободно, открывая незримые врата изобилия. Когда они открываются, ресурсы вливаются из глубины нашего подлинного мира. Так, безграничная роскошь начинает обогащать нашу жизнь. Врата изобилия открываются, когда в нашу жизнь приходит единый мировой финансовый порядок. Это не тот порядок, который транслируется во внешнем мире, в игре политики и экономики Земли. Это энергетический порядок мировой души во внутреннем мире, который открывает врата для потока изобильной энергии во внешнем мире, приводя дух, тело, душу в трендиную дверь бесконечного потока жизни, океана, вечности. Человечество постоянно борется с жизнью, тем самым порождает войну между силами души и усиливает восприятие линейного времени. Линейное время – это движение, которое вращается вокруг человека, когда он сопротивляется жизни. Тем самым жизнь начинает крутиться вокруг человека. Так возникает центробежная сила, выталкивающая богатство по мере того, как ресурсы вращаются вовне, внутри нашего пространства. Но как только человек совершает переход в высшей сферы, становясь единым с бесконечным космосом, вспоминая свою божественную суть и пребывая в храме внутреннего мира, все кардинально меняется. Центростремительная сила начинает затягивать все к вам ради жизни в изобилии. Так человек освобождается от гонки, где любое противостояние жизни приносит бедность. Даже для очень богатых людей жизнь постоянно создает войну, вызов, загоняет в колесо. Выйдя из этой матрицы, человек выходит из рутины жизни. Он словно становится на волну, которая несет его всегда по течению, помогая во всем. А главное – это постоянное внутреннее умиротворение, радость, счастье, пребывая в вечность, где есть единство, отдыха и деятельность, где мы становимся едиными со всеми ресурсами мировой души. Это непередаваемое состояние и внутренние ощущения. Но его можно размножить, передавая опыт перехода в храм мировой души, где царит единый мировой финансовый порядок, где единый мировой души, финансовый энергия изобилия и порядок внутреннего мира. Существует 12 капсул, комнат Меркаба Бога для открытия врат изобилия, пройдя который, человек сам становится вратами изобилия. А в этом году мы открываем путь, пусти богатство в свою жизнь. 2 ноября мы откроем первую дверь и примем энергии первой капсулы Меркаба Бога врата изобилия. А сейчас я хочу поддержать вас, всех, кто пока блуждает в лабиринтах зеркал Матрицы и испытывает ту или иную необходимость. В первую очередь мы с вами вспоминаем, что если вы испытываете нужду в чем-то, значит это испытывает ваша силу, ваш подлинный мир. И все изменения можно произвести только за зеркало Матрицы. Прямо сейчас я открываю свое сердце и приглашаю вас в мир подлинной природы, мировой души, в ее особое сакральное место. Представьте сферу электрического, ярко-голубого света, входящую ваше тело через макушку, движущуюся вниз к области сердца, устраняя на своем пути все загрязнения внутри и вокруг сердца. Сердце хранит все записи, библиотеки вашей жизни, ваших опытов. Пусть трансформируются в свет и силу все загрязнения сердца, все отпечатки памяти и боли, все сердечные страдания, чувства отверженности, нужды, ощущения себя неудачников, страх одиночества, сель, препятствия и ограничения. Это более не служит вам. Есть только здесь и сейчас все остальное программа, которую вы считаете своим опытом, своей памятью. Пусть нейронные связи, вызывающие эти воспоминания, очистятся светом этого шара. Скажите, Сириус, 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 я готов принять освобождение и открыть потоки изобилия своей жизни. Освети мне путь моего подлинного предназначения. Сфера Сириуса проходит через солнечное сплетение вниз, в область пупка, очищая все загрязнения. В области пупка сфера начинает расти и расширяться, напитывая энергией любви вашу зону живота, исцеляя недостаток материнской любви, на любви родителей, убирая все преграды. Почувствуйте это прямо сейчас, присутствие сферы света и любви, в своем множестве. Она производит трансформацию, если вы даете на это свое согласие. Почувствуйте ваше здесь и сейчас, вы здесь и сейчас, память прошлого – это всего лишь запись, которая влияла на вашу жизнь, но вы – в настоящем. Представьте рядом с собой огромное божественное существо. Вы можете взять наиболее близкий вам публик. Это может быть Иисус Христос, может быть Будда или любой другой образ. Который вызывает святость и трепет в вашем сердце. Не бойтесь связывать святость и изобилие, потому что святость – это и есть поток изобилия чистой энергии подлинного мира. Вы можете представить образ божества, которое олицетворяет собой изобилие. Теперь просто представьте, как вы входите в тело этого божества, как световой корабль. Слейтесь с ним в этих энергиях, почувствуйте, как вас окутывает энергия тепла, покоя и свободной энергии изобилия бесконечного космоса. А теперь скажите вслух, силой того, кто я есть настоящий, необъятный космос, а любовь. Проживающий человеческий опыт, я открываю врата изобилия небес внутри моей физической формы. Я тот, кто принимает все изобильные ресурсы жизни, принимая жизнь без борьбы, в абсолютном доверии. Я тот, кто принимает поток изобилия и получает изобильное обеспечение, первой проект первозданной материи. Изобилие является моей природой, с великим уважением и любовью, и я обращаюсь к высшим сферам любви. Сириус, 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 помогите мне в создании потока изобилия, не овладении, состоянием изобилия в моей жизни. А любовь, 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 вы мгновенно получаете отклик, поддержку и направление. Я же с огромной радостью хочу пригласить вас на открытую встречу, которая пройдет на канале Академии Центр Свита в преддвериях открытия пути «Пусти богатство в свою жизнь», на которой я с удовольствием поведаю вам о новых правилах во взаимодействии с абсолютно новой энергией изобилия, которая вливается потоками свободные тела в открытые сердца. Знакомьтесь со всей информацией под этим видео, и я говорю вам, до встречи. Люблю, 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 люблю. Люблю, люблю, люблю. Люблю, люблю. 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 Люблю.